Сегодня немножко поговорим о акустике Estonia 0.21, но это будет еще не обзор, она уже на финишной прямой, то есть я долго ее типа готовлю, ну времени нету, и вообще там долгая история, как я ее купил полгода назад, там короче пришлось покупать новые среднечастотники, ремонтировать высокочастотник, потом еще с резисторами там вот эта история, в общем сегодня про резисторы, то есть все остальное у меня уже сделано, все как бы готово. Что с резисторами не так? Дело в том, что резистор, если кто не знает, такая штучка, которая уменьшает громкость динамиков, ну ставится допустим, если у вас вы собрали трехполосную колонку, допустим вы инженер, и у вас один, динамики разные бывают, и при одинаковой подаваемой мощности они могут по разному, разной громкостью как бы играть, если у вас например один играет громче другого, да, то вы на него ставите резистор, он ограничивает ее громкость, то есть как бы регулятор громкости такой грубо говоря, только в виде просто детальки, которые, вот настолько-то децибел уменьшает конкретно громкости все, не тот, который крутится там, регулируется, это называется подстроечный, как в S30. Так вот, в Эстонии по схеме, по заводской схеме на S&C динамик, на L&C динамик должны идти два, ну на каждый идет резистор по 6,8 Ом сопротивлением, то есть он довольно значительно должен, ну не то что сильно, но заметно, да, довольно сильно, наверное, должен снижать уровень звучания средних и высоких, то есть сделать их потише, чтобы бас играл погромче, а эти потише. И я в своих колонках в этой Эстонии как бы обнаружил, ну когда смотрел, что в каждой из этих колонок, ну их две, естественно, пара, резисторы есть, но они не подключены. Почему, непонятно, ну резисторы там такие своеобразные, ползунковые как-то называются, то есть такие, с такой штучкой, которая двигается, то есть можно там регулировать. Они были просто не припаяны, мимо них звук проходил, причем на одной колонке из двух резисторов, один был, ну вообще там их три, но про N-C я не говорю, я говорю про S-C, V-C. Один из резисторов был, короче, включен, то есть он работал, и он снижал уровень там, не знаю, не помню, по-моему, среднечастотника. Второй отключен. У второй колонки вообще два отключены. Ну, можно предположить, что это какой-то самодеятельность, кто-то там до меня, допустим, делал, хотя так на вид-то не скажешь, что там сильно паяли, но там, по-моему, даже ничего не трогали. Да, там же краской, это как типа пломба сделана желтой краской на гаечке, которая откручивает эту штучку, короче, ну неважно, там делали, не делали, но я посмотрел в интернете, оказывается, я бы, может, подумал, что это чья-то самодеятельность, но оказывается, в интернете, если поглядеть, есть статья, где то же самое упоминается, что у человека резисторы были просто не подключены. С завода, на колонках там пломба и все такое. То есть, ну, либо это заводской брак, либо это такая задумка. Однако, ладно бы, допустим, ну, они и без резисторов вроде бы, Эстония звучит более-менее нормально. Ну, так, это, конечно, про ее звучание будет отдельное видео, типа обзорное, я думаю, в ближайшем будущем. Ну, вот, наверное, следующее, может быть, даже, чего время-то тянуть. Ладно бы, они типа звучали громче, но он, в той статье пишет, что из-за того, что нет резисторов, это угрожает усилителю, то есть, там что-то какой-то усилитель может уйти в нештатный режим, там, это, временами сопротивление колонки будет падать до 2,8, то есть, усилитель просто будет гореть, перегреваться, там, и вообще сломается в итоге, особенно, если он на 8 Ом, например, заточен на японские колонки, на 6 Ом. Вот, то есть, это опасно для усилителя. Ну, и я решил, короче, тоже, ну, сегодня вот, все-таки припаять эти резисторы на место, сделать, то есть, там, там, ввиду того, что они такие вот проволочные, как бы, с двигающейся такой хомутом, ну, я думал, что, может быть, просто люди, которые собирали, они, допустим, не поняли, что это такое, и не поняли, куда припаять, потому что там три контакта, они вообще думают, куда припаять, ну, ладно, типа, не буду вообще ничего припаивать, и так и оставили. То есть, что это халатность, ну, как один из, одна из версий. Я сегодня их на место поставил, я вот сегодня вам продемонстрирую запись, как они звучат до, ну, то есть, без резиков этих, и с ними. Ну, естественно, предположить, что 6,8 Ом, они снизят громкость СЧВЧ, станет ли от этого что-то лучше, как человек в той статье, а там статья подробная по доработке, типа, даже по, не то что доработке, даже, можно сказать, модернизации, потому что он там отпиливает трубы фазоинверторов и так далее, то есть, полностью там, ребилд с всякими приборами измерительными, там, с какой-то теоретической базой подготовленной. Ну, он не отбалдает, а делает он как бы, типа, как разбирается, я-то в этом ничего не разбираюсь. И человек в той статье говорит, что, возможно, ну, не только импеданс, то есть, сопротивление колонки там падает до критического, но еще и, типа, какие-то там провалы на АЧХ появляются из-за того, что, то есть, неподпаянный резистор не просто то, что громче будут играть, а, типа, какой-то там стык, что-то там куда-то пропадает, графики там, это смотрите сами, я вам ссылку на статью оставлю, что, типа, звук хуже, вот. А если, как задумано по заводской схеме, она же на той заводская, значит, будет, типа, лучше. Ну, короче, я припаял, вчера записал с неприпаянными так, потом вот с припаянными уже резисторами, это дело-то вообще несложное, конечно. И, что могу сказать, как стало хуже, вот, стало прям совсем плохо. Если до того без резисторов Эстония звучит открыто, ну, достаточно, и так, средние частоты это ее достоинство, конечно, по сравнению с 90-образными всякими. В остальном, ну, по басам ничего особенного, по ВЧ, тем более, тоже ничего особенного, не цыкает хотя бы, ну, эти, так, то с резисторами ты вообще ничего не слышишь, то есть, я разочарован. Естественно, что когда у нас СЧ, ВЧ стали тише, у нас бас при той же мощности стал как бы громче, ну, то есть, он вперед выпирает теперь. Басов стало больше, нужно ли это вообще, баланс вот этот весь изменился, ну, это ладно бы там с балансом, хотя, вообще-то, эти колонки у них тоже, кстати, с подводящими проблема, там, на одной извинял, пришлось ремонтировать, то есть, у 35 ГДН, по-моему, от возраста подводящие проводки не отваливаются, и ничего подпаивать там не требуется, а здесь вот требуется, то есть, как на S30 примерно, на басовике. Поэтому сильно как-то басы включать я на них боюсь, но дело не в этом, а в том, что звук стал просто хуже по средним частотам. Короче, если раньше главным достоинством этих колонок были средние частоты, которые, ну, достаточно, может, не супер там какие-то, но они, ну, вот лучшее, что у них было в этих колонках, то с резистором это все становится тише, глуше, и даже вот у меня усилитель, допустим, на записи был самый мощный, какой у меня есть, там, Yamaha A9, ну, куда уж мощнее, да, а то, говорят, не прокачивать, эстонию надо прокачивать, там, это, это. Даже с таким усилителем ты слышишь, и у тебя ощущение, что ты как, как будто тебе воздуха не хватает, то есть, ну, низкая чувствительность получается, динамика, низкая громкость, даже если ты громкости прибавишь, все равно это как-то не так, и душный звук получается никакой. Вот без резистора звучит лучше. Я не знаю, насколько это вредно для усилителя, насколько это вредно, там, для линии АЧХ и так далее, но без резисторов звучит прикольнее. Хотя, ну, опять же, без резисторов тогда и можно гораздо легче спалить, в первую очередь, высокочастотники, потом и среднечастотники, если погромче сделать. Такая вот картина получается у нас. И если без резюков эти колонки я могу еще так оценить как-то, ну, это пока предварительные выводы там, ну, их можно как-то еще оценивать как нормальные, как типа, ну, что они лучше, чем, может, чем-то, ну, посредним, лучше, чем 90-е, лучше, чем S50, там, вот, то с резисторами это уже что-то уже как-то, не знаю, как-то вообще неприятно, то есть, стрёмно даже. Слишком глухо. Слишком как-то... Ну, в целом, у меня, конечно, эти колонки не идеал, и по корпусу они покоцаны со всех сторон, и технически там, ну, технически я их привел. У меня среднечастотники полностью новые куплены, то есть, в идеале, там, одна пищалка ремонтированная, поставлен китайский купол, про это было одно из прошлых видео, ну, давным, давно, там, месяца три назад. Можно сделать на эту скидку, что один ВЧ у нас типа, ну, он играет абсолютно одинаково с таким же практически, чуть громче только. Получается так, что без резисторов эти колонки еще хоть как-то, хотя не факт, что они своих денег стоят, то есть, ну, лучше они, чем 90-е, ну, они все равно как-то не производят впечатление какое-то сногсшибательное. Просто колонки, просто-то, если бы они стоили, там, тысяча шесть, может быть, как 90-е, к примеру. И только по средним, по басам они 90-ым проигрывают в лед, даже электроники 0.33 они проиграют. Ну, ладно, короче, я не буду сейчас про звук говорить. Я скажу, что вот с резисторами звучит просто стремно. И в таком виде они вообще никуда, их просто вот выкинуть хочется в мусорку. Ну, резисторы 6.8 родные. Я замерял, 6.8 он. Все по схеме, ну, вот такая история. И резисторы эти, как говорит Левчук Александр, он, что типа, ну, это и так можно догадаться, что они туда поставлены, чтобы колонки выдержали, типа, ну, типа, навалил, короче, много громкости, чтобы ничего не сгорело. Видимо, так. И вообще, когда говорят колонки низкочувствительные, типа, вот, как говорят, нужен мощный усилитель, чтобы прокачать. Например, так говорят про корветы 208-0.28. Про Эстонию тоже так говорят. Ну, вот, например, говорят, нужен мощный усилок, чтобы их прокачать. Про Вегу тоже 106 иногда так говорят. Да и вот, например, Электроника 0.33 с тем вариантом фильтра, какой у меня есть, где много деталек, тоже требует. Только с мощным усилителем играет, ну, так внятно. И что это? Кто-то может воспринимать это как, типа, нераскрытый потенциал, типа, ой, ну, то есть, такие благородные колонки, которым нужен только благородный, мощный усилитель, вот, а не какой-то там маломощный, бюджетный. А ничего благородного в этом нет. Это просто, я думаю, что, когда трудно колонку прокачать, это просто говорит о том, что разработчики туда слишком много деталей напихали, там, и резисторов, и конденсаторов, и катушек, через которые сигнал уйдет, и он, типа, теряется, наверное, я так понимаю. И ничего хорошего в этом нет. Это не от большого ума, не от таланта. Это, они как бы могли бы как-то попроще сделать. Чем проще, тем лучше, но в некоторых колонках вот так вот получилось, что сделали сложно, и расплачиваться это нужно потребителю тем, что ему нужен мощный, я так понимаю, усилитель, который это будет все прокачивать. Но в данном случае даже усилитель Yamaha A9 ничего абсолютно не может прокачать. Настолько этот резистор на 6.8 душит динамики, по крайней мере, средний частотник, что это просто невозможно слушать. Не знаю, может быть, на большой громкости. Скорее всего, если дури как бы погромче сделать, ну, газу дать или, как говорят там, да, дискотеку устроить, то тогда громкости будет достаточно, чтобы средний частотник заорал, ну, на высокой громкости, на малой, и они вообще не играют. Но в таком случае, если сильно так громко включать, тогда я уже под угрозой у низкочастотник, там у него эти подводящие гнилые. Я там один подпаял, но что-то я не уверен, что он надолго этого хватит. Вот такая история с этими колонками, поэтому я бы их все-таки убрал. И, возможно, разница в восприятии этих колонок, потому что тот же, допустим, Евгений из винтажной аудиотехники, у него были 0.21-1, но, по сути, такие же колонки, я так думаю, там вообще отличий нет, он чисто визуальный только. И, ну, я так могу только догадываться, то есть в том случае, когда у него были первый раз в Эстонии, он был в восторге, он говорил, ну, по крайней мере, по сравнению с S90, типа, как хорошо играет. Когда у него были недавно вот такие же, уже 0.21 просто обычные, он уже так как-то более сдержанно ценил. И я думаю, возможно, потому что у тех, которые первые у него были, там не было резисторов, поэтому звук был более открытый, более живой, более детальный. И он, ну, действительно неплохой. Особенно его даже не нужно ничего прокачивать. Ну, хотя даже без резюков, допустим, как-то я вот вчера слышал, 502-й усилитель китайский, он не как-то, ну, все равно ощущение, что немножко, может быть, не прокачивает. То есть цифровой, ну, у него мощности, может. На Yamaha нормально. Но без резюков эти колоночки, короче, служат приятно, а с резисторами это какая-то муть, и я не знаю вообще. Вот такой вот сегодня у нас сюжет про них, и будем готовить их к уже такому нормальному типа обзору. Хотя не думаю, что мое мнение как-то про них поменяется. Что еще-то сказать про них? Ну, вот такие вот, Эстония. Бас все равно не идеальный, особенно если чуть погромче сделать какой-то он. Не то чтобы четкий. Трубы фазоинвертора фиг знает, как рассчитаны. Они до самого... Они длинные, они прямо практически упираются в заднюю стенку, там зазор, не зазор, как бы зачем так сделали. Вот тут мужик, который там на этом... На сайте-то на этом статью написал про детальную доработку. Он в том числе и отпиливал трубы там, ну, типа чтобы-то... Ну, он не от балды, он как бы там с какими-то расчетами, но это... Я не эксперт, я в этом не разбираюсь. Поэтому не знаю, Эстония... Они и без резисторов-то на меня производили какое-то такое противоречивое впечатление постоянно. Все время думаешь, то ли они нормальные, то ли они переоцененные. То ли нравится, то ли... Вот как-то вот такие колонки, которые... То вроде нравится, вроде не нравится, вот так вот постоянно. А с резисторами это однозначно просто дрова. Ну, или может быть, как-то я пока преувеличиваю, я только вот недавно первый раз послушал с резисторами, но мне не нравится и абсолютно. И за... Сколько там за них просят, там, допустим, двенадцать, там, пятнадцать тысячи. Я думаю, что какие-нибудь импортные колонки, возможно, можно купить, которые будут играть не хуже. Или лучше даже. Ну, лучше, по-любому. Ну, что, особенно в звуке Эстонии такого нету. И цена, я думаю, за них побольше, как за... То, что они редкие. Раритет. А уж сколько на них стоят пищалочки эти всякие, это вообще... По-моему, шесть тысяч за пару, или чуть ли не семь уже там. Так что такие колонки выгодно купить чисто и разобрать на запчасти и продавать. Ну, если есть, конечно, желающие, то эти запчасти купить. Думай обо мне, кем мы стали глаза в темноте ярче стали. Все мысли в огонь И я держу твою ладонь За мороза Я снова заброй На следующий я сойду До свидания Ночи В тишине Мысли Что я Думаю О тебе Свет тает Скушу по цветам И я уже на все готов Убегаю Потом к кому иду Я до тебя дойду, но опоздаю, простою Не уходись бы, я про танцы дам, здравствуй Не бери, прости, но мне пора, простою Подожди, когда вижу я тебя и мне Ответила ты, наверное, никогда Субтитры сделал DimaTorzok Просто думай, я прости, что по цвету Что я уже на всю готов Наши дамцы темно Снова все, приноси меня саду Как руганый нам Как руганый нам Я до тебя дам Я до тебя дам Я до тебя дам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok